Формально люди становятся взрослыми в 18 лет, когда достигают совершеннолетия, но когда они чувствуют, что детство закончилось? Об этом спектакль по книге голландского писателя Петера Ван Гестеля «Зима, когда я вырос», и мы идем смотреть предпремьерный показ. Главный герой – 10-летний мальчик. Расскажите о нем. Он просто умеет относиться к вещам непредвзято, то, чего всем так не хватает. Поэтому, общаясь с ним, люди как-то получают чуть-чуть детства, которого у них, может быть, не было. Расскажите, пожалуйста, о писателе Петере Ван Гестеле. Он наш самовременник? Да, он родился в 1937 году, тогда, когда, по-моему, родился и Томас, главный герой его книги. Но он жив еще, здравствует. Я думаю, что он писал эту книгу во многом опираясь на свои собственные воспоминания о детстве. Он пишет подростковую литературу. Вообще, сначала он работал в театре, писал радио для радиотеатра, в том числе вещи. Можно почитать в интернете. Информации мало, но вот он такой наш самовременник. Она просила передать тебе вот это. Дорогой Томас, я буду ждать тебя на школьном дворе после уроков. Лишь ем. Главный герой Томас читает книгу под названием «Солнечное детство», но его детство совсем не солнечное. Мать мальчика умерла. Отец целыми днями молчит и пишет книгу. Одноклассники задирают его. К тому же началась очень холодная зима. Что такое, по-вашему, солнечное детство? Это просто такое представление. Там такая книжка, он читает в этой книге, книжка «Солнечное детство». Сначала он обливается над ней слезами, а потом, когда он знакомится со своим новым другом, он выкидывает ее и говорит, что он как вообще мог это воспринимать. Оно как бы не солнечное, оно не пасмурное, оно просто, ну, как бы вот такое. И оно не имеет никакого конкретного, оно всякое. Когда мама была жива, она то и дело отвешивала мне тумака. Она здорово, интересно рассказывала про то, что было раньше. И про других тоже очень интересно рассказывала. И все время наводила про них критику. Да, мама любила только таких людей, про которых могла навести критику. Ну, слушай, она тогда любила тебя больше всего. Все, все, все. Суй нос, чужие дела. Расскажите, пожалуйста, о своей роли. Это женщина, которая потеряла свою семью. И то, что у нее сейчас осталось, это дети и страх за их будущее. Она до сих пор уверена, что война не закончилась. Она не совсем смогла справиться со своим горем. А по-вашему, когда на самом деле взрослеют дети? Мне кажется, что некоторые взрослые взрослеют, а дети... Конечно, горе и какие-то лишения, пограничная ситуация делает детей взрослее. Потеря родного человека, несчастная любовь. Несмотря как к этому относиться, некоторые ломаются от этого. А некоторые, наоборот, становятся сильными личностями. Я не буду скучать по дому. Ты уверен? Да по какому дому мне скучать? По своему собственному дому, по папе. Мой папа чудик. Именно по таким папам и скучать. Книга «Зима, когда я вырос» рассказывает о послевоенном Амстердаме, где главные герои теряют самых близких людей. Но историю рассказывает маленький мальчик, поэтому она не кажется такой трагичной. Увидели серьезный спектакль для детей Олеся Андронова и Настя Анисимова.